Привет всем друзья! Хочу записать короткое видео Как я использую дополнительные скрипты для разгона Есть скрипт, где можно выставлять ордера с определенным шагом одинаковой лотностью без умножения Кому нужно умножение начиная с наименьшего ордера в сторону движения на увеличение Есть скрипт сетка Open8 Можете его найти в интернете но я хочу сказать по настройкам какие я использую Здесь я выбираю шаг между ордерами 3 пункта количество ордеров 24 пункта то есть какие инструменты в среднем 50% диапазона дня проходит это евро-доллар, фунт-доллар, евро-доллар, канадец, доллар-иена такие менее волатильные, чем фунт-доллар, кроссы и так далее соответственно для каждого ордера я выставляю стопы тейк-профит я убираю, потому что у меня там локирующий объем стоит за место тейк-профит вот, кстати, умножение я ставлю если кто-то хочет удваивать то ставим, допустим, 100% то есть второй ордер будет уже 0,01 100% увеличение лотов в процентах ставим также мы меняем дальше дополнительно меняем вот здесь количество ордеров тейк-профит так, где я сейчас еще тейк-профит где я тейк-профит вот шаг между ордерами buy и sell тейк-профит я ноль ставлю и первый ордер от цены отступ получается ну, три пункта отступ то есть компилирую подстраиваем под себя я, допустим, эти инструменты которые у меня сетками работают среднесрочные я в ней торгую не использую в разгоне перехожу вот, допустим, выбрал для себя канадца вот канадец, допустим, будет падать в район вот этой вот этого сопротивления минимум вот эта зона по D1 то есть в этом районе мы можем залокировать объем отлично я локирую допустим, я сейчас уберу сетку вот со стопов сетку убираю поближе чтобы он видно было вот эту сеточку которую я сделал вот я ее просто беру накидываю на график поставляется сетка ордеров с увеличением небольшим шагом первый ордер 0.5 и так далее для каждого ордера есть стоплост но нету тейк профита на весь объем на весь объем то есть можно посчитать сколько у нас здесь будет объем 12 15 1 34 40 так 61 88 где-то лод 1,2 лод можно вот здесь поставить байлимит 1 байлимит 1 при достижении то есть здесь замыкается прибыль если цена пойдет дальше в рост дальше в рост здесь небольшое количество ордеров в шаг 1 пункт одиночные ордера в зонке я поставил вот в этой зоне вот она в этой зоне я поставил когда цена пройдет а в принципе она уже прошла я сейчас обдираю теперь веду каждую отдельность безумно вот ну так вот 4 ордера 5 раз один тут видимо по без убытку закрылся для этого этот самый выгодный поэтому сейчас пока не буду ставить можно что сделать допустим если мы хотим общий тэк профит избавиться от тэк профитов и от тэков и стопов от всех вот убрали допустим нам нужно общее поставить стоп лосс или тэк профит ну тут профит как бы я добавлю в избранное но его не использую редко вот стоп лосс допустим не оставлю для всех позиций вот на вот этом уровне но можно за шапочку поставить м1 сейчас пока все переставится потом уже график перейти на другом так вот каждый в отдельности урдер имеет вот этот стоп лосс но потенциал движения у нас при достижении данного уровня потом посмотрите какой-нибудь результат у канадца вот можете сейчас наблюдать вот сейчас у нас объем 05 и какой будет у нас конца цена наберет весь объем я вижу какой объем будет в рынке я полностью на этот объем стану ставлю лапирующий ордер так для дмитрия как раз таки для дмитрия ответ на его вопрос выбираем инструменты так как появилось желание работать именно диапазоне месяца как я посоветовал выбираем инструменты которые протестировали диапазон месяц баланс месяца мы знаем баланс месяц то есть у нас есть возможность 50 процентов вот такой диапазончик мы ставим вверх желательно от верхней границы и на вот этот вот диапазон мы должны определить какой риск у нас будет в сетке то есть если у тебя депозит там 1000 и у тебя маленький тогда ну все равно как бы для всех допустим берем определенный процент агрессивно это 10 5 процентов 3 процента 5 процентов это из 1200 3 процента 600 допустим берем риск берем калькулятор во первых посмотрели у нас диапазон может набраться в пределах 200 пунктов 190 переходим сюда и начинаем подбирать объем если мы делаем шаг 10 пунктов у нас будет заходить 19 ордеров 19 ордеров 190 для нас не подходит значит надо в три раза больше 570 можно на этом остановиться если мы будем шаг увеличивать 10 допустим пунктов а 15 соответственно мы должны увеличить объем нет не увеличим объем у нас уменьшится количество ордеров то есть у нас 190 пунктов то есть количество объем у нас 12 12 350 соответственно умножаем на 2 примерно 12 700 а уже много значит 11 11 ордеров шаг 15 выбрали для себя переходим в графику и мы выбрали для себя вот этот диапазон как он будет располагаться будет зависеть от тебя ты можешь от верхней границы если цена пойдет полтора средний можешь от нижней границы с запасом но если за пределы месяца выходит как бы цена в любом случае будет возвращаться к тесту данного диапазона при этом она наберет определенное количество ордеров ты можешь один оставить верху все остальные части цепей потому что если продолжится движение то примерно будет вот такое движение то есть вот это импульс коррекция него таким вот образом все выглядит коррекция коррекция и второе такое движение вверх то есть пределах диапазона вот в эту зону как раз 10 процентов от диапазона месяц вот выбираешь как как тебе хочется сделать но если цена вот этот диапазончик и должен его набрать здесь у тебя получается сел лимиты шаг шаг 15 объем 06 если цена вышла за пределы диапазона немного но ты знаешь что теперь в коррекцию такой диапазон нужно ты ставишь на максимум и смотришь и окончание движения если у тебя зашли сел лимиты значит значит ниже что мы делаем алиса и ниже что мы делаем пробойнички добавляем и на это количество ордеров количество ордеров количество ордеров 11 11 на 6 6 60 моими 0 66 стоишь на этом уровне с какой целью если это выгодные позиции в покупку ты можешь прогуляться вот до вот этого диапазона допустим вот сюда то есть глубокая коррекция мы идем уже сюда чуть ниже потому что низкую коррекцию делали низкую коррекцию сделали значит мы прогуляемся вот сюда если цена будет закрепляться ниже баланса ниже баланса то есть потеряешь примерно 40 пунктов объемом 0 66 но при этом ты сохранишь всю сетку для продажи с какой целью прогуляться до полного хода отсюда следующего месяца то есть это будет уже нарушение у нас и исходящее движение возможно будет флэтовая фаза в рамках диапазона месяца то есть цена прошла вниз сюда потом начинает коррекцию глубокую делать а может быть не глубокую в рамках баланса месяца и также может идти уже в отработку квартального движения то есть квартальное движение мы знаем примерно два два с половиной хода месячного движения потом из квартального у нас складываются большие полугодовые и годовые движения на которые вы пока еще не тянете так ну я думаю ответил на твой вопрос если что можешь мне дополнительно что непонятно создавать сейчас будем следить как у нас будет отрабатываться наша наш план вот этот сейчас какое количество облеров зайдем и ждем блокирующего объема объема поменяем на общий объем так что еще хотел сказать по текущим ордерам которые в рынке сейчас давайте немножко разберем фунт иена у нас фунт иена пока смотреть наблюдать потому что фунт доллар в таком у нас диапазоне возможно еще будет не спадать я часть объема вот что я произвел то есть на вот этой свечки сегодня я закрыл часть объема и вывел часть объема с рынка то есть цена вверх не хочет пока эти но у меня просевшие позиции в бай уже выведены из рынка если цена будет выше давать я здесь часть пробойников поставлю и закрою здесь вот эти оставшиеся бай я вывожу и у меня остается бай вернее сел с нижним бая как бы замок 05 перевес я не считаю здесь у нас зажимается полный замок и здесь от этого диапазона у нас небольшой перевес продажи пока временном будет дальше будем наблюдать так по евро доллару по евро доллару мы идем вверх у меня по евро-доллару замок полностью стоит будем смотреть как цена вот этот диапазон проходить или же мой 1425 будем продавать если выше то мы можем пойти вплоть до открытия прошлого текущего месяца у нас сопротивление возможно или в рамках такого движения мы можем запретить здесь вот так примерно вот такой формат может быть далее по то есть мы в районе открытия дня тестировали недельных вот у нас порядка прилично пробойники вот так если в разрезе поближе посмотрим что у нас вот эта зона которая невозможно продолжим рост возможно будет продолжаться flat или же также мы постепенно спускаться спускаться вниз здесь у меня я пробуйники поставил ну и здесь уже рядышком блокирующий то есть примерно все таким вот образом мы не будем обновлять примерно вот сюда мы придем в этом диапазон будем смотреть и ждать развития ситуации сейчас как бы работа в оплате ну на данном счету я блокирующий объем есть разгонных есть салпа закрывал на каких-то безубыток стоит где-то в этом диапазоне 12 10 12 05 в районе диапазона месяца желательно набирать покупки продажи глубоких коррекций только ну или же если большой перевес в покупке если нет объема у меня есть поэтому мне не страшно на плюс этого объема я могу даже здесь сетку раскинуть даже по 040 если цена не спадет у меня сетка цел по 025 то есть еще 150 пунктов я могу набирать сетку вот и при малейшем развороте да я что делаю два-три уровня разыкрываю и здесь на этом уровне то есть и будет некоторая раз в плюте к примеру какие могут быть ситуации то есть три-четыре номера в плюсе продера которые я закрываю на плюс от нескольких фрагеров и всю сетку переношу на этот уровень то есть у меня будет вот такой вот диапазон с моим объемом во-первых самый нижний уровень это блокирующий объем сетка блок объемом 025 320 пунктов расширение замка движение у нас похоже будет вот такое как и предполагал что нам проще упасть после дела за обзором нам проще упасть до диапазона месяца чем подниматься в отработку какого-то текущего диапазона или уровень открытия ближайшего месяца да мы можем зафлетить на несколько дней и дальше будем смотреть или же мы глубоко будем выход из флета у нас будет в эту сторону тогда уже будем работать в покупке на драйв то есть избавимся от продаж постепенно постепенно страховочные ордера я думаю уже можно будет снять а бестока мы снимаем все бестока мы сняли все всем пока следите за следующим обзором не 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 не